В книге «Перемен» сказано Небо посылает знаменательные явления, сообщая о беде или счастье. Наши древние мудрецы, стоя на неподвижной земле, увидели, что небесные тела бескрайнего небосвода имеют повторяющиеся циклы и беспрестанно движутся. Они также обнаружили закономерности и откровения Вселенной. Наблюдение за небом и изучение Земли — это вдохновение и источник их знаний и мудрости. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Девочка, чуть старше десяти лет, с любопытством смотрит на происходящее. Ее зовут Джан Сяофэй. Она первый раз видит такое парадное богослужение. Для простых людей богослужение — это слияние музыки и танцев. Людей опьяняют его красивые мелодии и посты. Но для последователей даусизма это все наполнено другим смыслом. Это и денистика, философия, астрометрия и многое другое. Эта торжественная и величественная церемония охватывает все древние науки. Для Сяофэй это таинственный и пленяющий мир. Сяофэй с детства была болезненным и слабым ребенком. Поэтому родители отдали ее в храм на горе Уданшань, надеясь, что вместе с даусами она будет вставать с рассветом и отдыхать после заката, ведя простую и спокойную жизнь. Прибыв сюда, Сяофэй встретила Ду, которой примерно столько же лет. Церемония 9 сентября поразила обеих девочек. Даосы, одетые в золотые серебром одеяния. В руках у них ритуальные музыкальные инструменты. Напевая древние мелодии, используя специальные движения рук и поступь, они сообщаются с природой. Эта сцена глубоко запала в души девочек. Теперь их заветное желание — научиться свободно танцевать у алтаря. Но в Сяофэй еще много чего интересно, кроме этой увлекательной и таинственной церемонии. Эта сцена Эта сцена Эта сцена Каждый раз в особый день даосы, живущие на горе Уданьшань, взбираются на самую высокую вершину и наблюдают за небесными телами. Со времен Минской династии здесь было место для религиозных обрядов императорской семьи. Даосы могли по изменениям небесных тел предсказать судьбу императорской семьи и несчастье или удачу для монарха. Поэтому императоры считали гадания по звездам высочайшим секретом и держали его под контролем, запретив тайное обучение. Древние верили, что есть универсальный закон Вселенной, который контролирует движение небесных тел, смену времен года и жизнь человека. И существование этого закона проявляется посредством определенных природных явлений. То есть небо посылает знаменательные явления, сообщая о беде или счастье. Поэтому в древности обсерваторию назвали обителью души. Она принадлежала императорской семье. Днем и ночью специальные люди следили за небосводом, наблюдали за ожидаемыми и внезапными небесными явлениями, чтобы в любой момент разгадать посланные людям оповещения природы. 中国古代的天文自始至终都没有作为一个纯粹意义上的科学而存在. 它从诞生的那一天开始,就具有强烈的政治倾向和人文特点. 它对于古代的时空观,政治观,宗教观,祭祀制度,礼仪制度,科学观, 以及哲学观都有非常重要的影响. 而这些观念构成了中国传统文化的核心内涵. 中国传统文化的核心内涵 В течение года две девочки начнут изучать предсказания по звездам, предписания для поклонения духом и лекарское искусство. Эти знания нужны им, чтобы сдать экзамен и успешно примкнуть до осан. 五,六,七,十,十一,十二,十三,十四,十五,十六,十七. die lain, weンドinn market on! 考五部经,当晚课,三段 Ice 诚式,北斗经. 还有有些泰祥改音篇,道德经. 然后这两样是要背的. 然后还有太纪拳,太纪剑都要学的. Возвращение в школе, в школе и в школе и в школе и в школе. Для пострижения в даосы первостепенным является доскональное изучение канонических книг. Это первый шаг для участия в религиозном обряде у алтаря. Наставник сказал Сяофей, что изучение канонических книг поможет ей прогнать мирские мысли и познать мир истинного пути дао, дарует умиротворение и мудрость в отношениях с миром. С течением времени обе девочки постепенно ознакомились с канонами даосизма. Из книг они узнали, что изучение даосской веры это длительный путь. В давние времена наследник престола царства Дин Ле отказался от славы и богатства и в одиночестве отправился на гору Уданьшань. Под деревом Ламэй он дал клятву следовать по пути истинного учения. Работа над собой во время обучения не раз вызывала у наследника желание все бросить. Но в процессе самосовершенствования он осознал, что значит терпение и труд все перетрут. В конце концов наследный принц взлетел со скалы Нань-Янь и стал духом севера. И в легендах и в летописях говорится, что почти все без исключения добившиеся успеха на пути самосовершенствования долгое время терпели одиночество и тоску. Как долго смогут идти по этому пути эти две девочки, которым чуть больше десяти лет? Это самое изменчивое время года. Уданские даосы находятся в непрерывном поиске скрытого значения разных небесных явлений. В эпоху юаньской династии молитвы о дожде даоса Джан Шоу Цина всегда оказывались действенными. Несколько поколений императоров высоко их ценили. Достующая императрица даже лично дарвала имя дворцу Нань-Янь. До сих пор невозможно объяснить это явление. В древнейших письменных памятниках молитвы о дожде заняли очень важное место. Множество чудесных происшествий, словно магия, приняли людей. Что же это за таинственный мир? В молитвенных ритуалах ключевую роль играют письменные заклинания, обычно написанные на полоске желтой бумаги. Наосы полагают, что это информационный канал для общения человека с макрокосмом. Вид и содержание письменного заклинания кажутся таинственными. На самом деле, в изящном беспорядке не теряется основное значение надписей. За исключением пиктограмм и идеограмм, в нем больше делается упор на сравнение. Это образное соединение изображений и письменных символов. Кажется, что это искаженное письмо несет намного больше энергии, чем иероглифы, которые мы обычно используем. Продолжение следует... Спасение мира и помощь людям — это основа религии. Даосские письменные заклинания тоже созданы для этой цели. Они кажутся таинственными, но, похоже, они в большой степени просто первоклассные знатоки медицины. Для написания заклинаний даоссы в основном используют киноварь. В фармакопеи Шэнь Нуна киноварь считается одним из лучших лекарств. Она лечит множество болезней всех органов, восстанавливает энергию, успокаивает душу, укрепляет энергию ци, проясняет взор. Желтая бумага делается специально для написания заклинаний и окрашивается куркумином. Куркума стимулирует энергию ци и устраняет застой крови, способствует менструации и унимает боли. Куркума стимулирует энергию ци, Под руководством учителя Сяо Фэй и Ду начали изучать приготовление наговорной воды. Изучение составляющих заклинаний очень похоже на стандартный урок медицины. Для лечения простуды используется отвар перила нанкинской, для лечения слабости применяется отвар дудника и изрешения, от солнечного удара помогает отвар чечевицы, от боли в горле – мятный отвар. Простая на вид наговорная вода на самом деле очень разнообразная, как в медицинском трактате. Когда дерево Папайя оклад дворца Today'sak Gotong, Сбрасывает последние листья, незаметно приходит зима. Сяо Фе и Ду встретили здесь 18-й день рождения. Не было свечей, торта, не было встречи с родственниками и поздравлений. Девочки провели свои обряды инициации, спокойствия и тишины. В течение следующих лет так будет проходить каждый день рождения. Потому что уход в храм означает отрешение от грешного мира. С этих пор нет фамилии и имени, и не подсчитывается город. Они потратят молодость и все оставшееся время, чтобы пройти путь осознания жизни. С этих пор они не будут радоваться жизни и печалиться из-за смерти. Человеческая жизнь всего лишь путь от бестелесного к телесному. И опять от телесного к бесстелесному. После первого зимнего снега Ду вернулась домой навестить родственников. Но Сяофей не дождалась ее возвращения и ко времени начала весенних дождей в горах. Она немного опечалилась, но ничего не расспрашивала. Непредвиденное расставание, беспрощание, огорчило и расстроило ее. Тоска и одиночество, самосовершенствование, настигли ее так рано и внезапно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даосы полагают, что человеческая жизнь спустилась в земной мир с небес. А в бренном мире есть шесть духов. Их божественная энергия влияет на людей. Поэтому глубокой ночи нужно, повернувшись на север, класть поклоны созвездию Большой Медведицы. Продолжение следует... Продолжение следует... Небо может выразить свои чувства при помощи небесных явлений. А как же послать небу желание человека? С древних времен Даосы передают из поколения в поколение технику особой поступи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Древние часто использовали 8 триграмм, большую медведицу и 28 зодиакальных созвездий, чтобы символизировать небесные явления во Вселенной, тайные мироздания, расположение пространства и временные изменения. Таким образом при помощи тайных знаков в руках возникает уменьшенное изображение Вселенной. Шаг Большой Медведицы и заклинание с комбинацией пальцев Цья-Де вместе создают удивительный путь из мира людей в царство небожителей. Сяофей как капля в море в этой безбрежной Вселенной. Это помогло ей осознать всю свою ничтожность. Джоанзе сказал, что в детстве каждый человек — это рыба. Он не может покилать воду, а когда вырастет, превращается в птицу и не может остаться без воздуха. Но воздух есть повсюду, поэтому птицы летят выше и выше, пока не попадают в заоблачные выси. Там они с высоты взирают на землю и моря, оттуда даже огромная страна кажется всего лишь рисовым зернышком в хлебном амбаре. Прочувствуйте энергию природы всей душой. Подарите обыденной жизнью необыкновенные крылья. Природа повсюду, поэтому и истинный путь дал тоже повсюду. Продолжение следует... Перед каждым торжественным молением, даосы совершают омовение благовонной горячей водой с фимианом. Это давняя традиция даосизма. Даосы считают, что моление — это общение с духом природы. Поэтому только когда тело чистое, можно чистой душой прочувствовать красоту всего сущего в мире. Для Сяо Феи это очень важный день в ее жизни. Она прошла путь от невежества до успехов, достигнутых в обучении. Благодаря стараниям в течение всего года она, наконец, подошла к священному храму. Вместе с танцами и музыкой и дыханием древности, плывя по реке времени, парит вокруг нас. Как будто такой знакомый и чуждый старый сон, несущий далекие и неуловимые, но в то же время такой близкий ветерок, он ласкает реальные лица. Это ритуальная церемония диалога между человеком и природой. Данимые ветром облака округлого небосвода и безграничная доброта квадратной земли, кажется, сконцентрировали в себе безыскусные чаяния идеалистов на протяжении тысяч лет. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь каждый день начинается одинаково. Сяофей и сама не знает, сколько она еще пробудет тут, каким будет будущее. Возможно, жизнь на самом деле это путешествие от одного берега к другому. И неважно, простая и чистая духовная жизнь, или богатая и насыщенная, почти везде нужно сделать правильный выбор. Или двигаться вперед, или найти тихий прием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok